Новости на телеканале ИТВ. Студия для вас работает Мэри Бадунс. Здравствуйте. О самых ярких событиях сегодняшнего дня поговорим прямо сейчас. Приняли 39 законов за полгода и ушли на каникулы. Крымские парламентарии перед отпуском решили пустить с молотка крымскую недвижимость украинского олигарха. Приведены в соответствии с законом об энергосбережении, об организации деятельности органов опеки, об порядке и условиях приватизации имущества. Выставка, ярмарка и подарки в Государственном Совете Республики масштабно отметили день Красноперекопского района. Золото, алмазы. К сожалению, у нас этого нет. Но у нас есть богатая водородная земля. У нас есть трудолюбивые, заботливые руки. Бюджет Республики увеличится почти на 3 миллиарда рублей. Об этом в ходе шестой сессии Государственного Совета Крыма сообщила министр финансов Ирина Кивяко. Также стало известно, что власти намерены выдвинуть на торги бывшие квартиры известного украинского олигарха Игоря Коломойского. Недвижимость в Ялте уйдет с молотка уже в ближайшее время. Председатель Государственного Совета Республики Владимир Константинов в рамках очередного заседания парламентариев подвел итоги шестой сессии. По словам спикера, в процессе работы на рассмотрение Госсовета было внесено 67 законопроектов. Помимо этого, власти осуществляли совместную деятельность с управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым, устраняя выявленные несоответствия в региональном законодательстве. По состоянию на 21 июня этого года несоответствующими остаются только 6 нормативно-правых актов. При этом на начале 2017 года таких актов было 12. В частности, проведены в соответствии с законом об энергосбережении, об организации деятельности органов опеки, об порядке и условиях приватизации имущества, о ветеринарии, о содержании и защите от жестокого обращения домашних животных. Один из главных вопросов на повестке заседания – изменение в законе о бюджете Республики Крым на 2017 год. Как сообщила министр финансов РК Ирина Кивико, законопроект позволит расширить доходы бюджета почти на 3 миллиарда рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений на 1 миллиард 903 миллиона, а также благодаря росту целевых средств из федерального бюджета на 1 миллиард 33 миллиона рублей. Исходя из проведенного анализа исполнения бюджета за январь-май и оценки ожидаемого исполнения, предлагается увеличить по следующим видам в доходных источниках. По акцизам увеличение на 569,8 миллиона, доходы от уплаты акцизов на крепкую алкогольную продукцию на сумму 364,7 миллиона, доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин на сумму 105,1 миллиона, и акцизов на водоакцизные товары, которые администрирует Украине федеральная науковая служба, которые смогут вытекли на сумму 100 миллионов. Помимо этого, парламентарии дали свое согласие на отчуждение недвижимого имущества из государственной собственности. Конкретно речь идет о квартирах, ранее принадлежавших украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Согласно принятому документу, на открытые торги будут выставлены 43 квартиры, которые расположены в Ялте по улице Рудановского, 8. Общая площадь недвижимости составляет 3800 квадратных метров. Также Государственный совет одобрил продажу пансионата «Геолог» в поселке Гурзув. Егор Зайцев, Евгений Стариков, Служба новостей ТВ. Евросоюз официально продлил антироссийские санкции еще на полгода. Такое решение было принято после отчета французского президента и канцлера Германии о выполнении минских соглашений. Сегодняшняя процедура формальна. Политическое решение было принято 22 июня на саммите Евросоюза. Взаимоотношения России и Запада обострились из-за Крыма и ситуации на Украине. Санкции ЕС для всех россиян – это визовые ограничения, действующие до сентября этого года. Экономические санкции против российских госкомпаний продлины до конца января 2018-го. Ограничения в отношении Крыма – до 23 июня следующего года. На автомобильном рынке в крымской столице на проспекте Победы произошло возгорание. Как сообщает служба спасения, в 18 часов 20 минут по местному времени поступило сообщение о том, что один из бутиков охвачен огнем и пламя начинает быстро распространяться по территории рынка. К месту происшествия были немедленно направлены пожарно-спасательные и специализированные отряды. Установлено, что огонь повредил два помещения, однако благодаря слаженным действиям огнеборцам очаги возгораний были ликвидированы уже через 40 минут после их появления. В результате пожара повреждены кровля и металлопластиковые конструкции в помещении. Общая площадь пожара составила 30 квадратов. Ликвидация пожаров 19.02. Пострадавших погибших не было. Всего задействованы 4 единицы пожарной техники и 36 человек личного состава. Сегодня в Крымской столице под стенами Государственного Совета Республики прошел настоящий праздник. Ярмарки, выставки, достижения народного хозяйства и представление все это посвящено Дню муниципального образования Красноперекопского района. В мероприятии приняла участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Наталья Поклонская. По уже доброй традиции крымские парламентарии организовывают проведение Дни муниципальных образований Республики. Сегодня в здании Государственного Совета прошло праздничное мероприятие, посвященное Красноперекопскому району. Торжественная программа началась с выставки, на которой было представлено историческое и культурное наследие Северного района Крыма. Председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов отметил, благодаря таким мероприятиям каждый крымчанин может больше узнать об уникальности республики. Вот это представление наскрывает совершенно необычайный такой человеческий облик каждого региона, где не просто цифры и какие-то графики выполнения показателей, но и живые люди с их проблемами, с их жизнью, с тем образом жизни, который они ведут у себя в регионах. Это очень важно для нас это понять. Уверен, что эта традиция приведет к позитивным решениям. И те постановления, которые мы принимаем в день региона, они дают для регионов возможности. В праздники поучаствовала депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва Наталья Поклонская. Вместе с парламентариями она изучила экспонаты, представленные на выставке, героические страницы истории края, спортивные победы жителей, сельскохозяйственный потенциал и многое другое. Как отметила председатель Красноперекопского районного совета Наталья Цуканова, несмотря на сложности, Красноперекопск стремится к процветанию. Мы рады презентовать свой Красноперекопский район. Чем богат и чем славится наш район? Природные миска, байны, золото, алмазы. К сожалению, у нас этого нет. Но у нас есть богатая, нодорожная земля. У нас есть трудолюбивые, заботливые руки, которые на этой земле выращивают богатые урожаи. И сегодня мы рады позвать в гости. После осмотра выставки в здании Государственного совета власти посетили ярмарку, посвященную богатствам Красноперекопского района. Здесь были представлены продукты питания, народные промыслы, национальные угощения, а также изделия декоративно-прикладного искусства. На специальной колеснице к площадке ярмарки прибыла сама императрица Екатерина II. Праздник под стенами Госсовета Республики длился на протяжении нескольких часов. Смотрите, ведь это не первый, не последний день региона в Госсовете, да? И все, что делается, понятно, что все, что делается, это земля. Но все представляет в основном что? Культура. Она делает красивым это представление. Есть что показать. Есть таланты, которыми можно гордиться. Самое главное, что у нас талантливые дети, у нас талантливые люди, у нас работоспособные люди, и все хотят, чтобы Крым и Россия жили лучше. Позже внимание Красноперекопску было уделено и на заседании шестой сессии Государственного Совета Республики. Владимир Константинов отметил, в районе ведется большая работа по сохранению памятника времен Великой Отечественной войны. Налаживается сельское хозяйство, а на особый контроль взято социально-экономическое развитие. В знак благодарности спикер Госсовета вручил руководству района подарочный сертификат на приобретение детской игровой площадки. Егор Зайцев, Евгений Стариков, Служба новостей ТВ. А мы продолжаем во второй части выпуска. Не пропустите. Послушать известные оперные голоса и погрузиться в магию звучания симфонического оркестра в пещере крымчане смогут нынешним летом. В филармонии рассказали о планах на остаток курортного сезона. В середине июля первый опыт концерта камерного оркестра в мраморных пещерах будет проходить в пещерах. Сделать селфи на самом большом лавандовом поле в Европе можно, не покидая Крыма. Туристы спешат обогатить архив снимками природной достопримечательности. Мы хоть и живем в Крыму, но мы сами первый раз здесь. И мы в полном восторге. На пограничном КПП в Армянске задержаны двое разыскиваемых правоохранителями мужчин. Первый житель Херсона попал в федеральный розыскной список за нарушение правил дорожного движения, последствием которого стала тяжелая травма пешехода. Второй гражданин России также попал в федеральный розыск за превышение полномочий с применением насилия или с угрозой его применения. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет. После проведения дополнительных режимных мероприятий оба задержанных установленным порядком переданы сотрудникам полиции. В настоящее время в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде до рассмотрения уголовного дела в судебном порядке. Правительство республики планирует завершить реконструкцию Митридатской лестницы в 2018 году. На это было выделено более миллиарда рублей из федерального бюджета. По плану реализация проекта должна завершиться в 2019 году. На сегодняшний день никаких отклонений по срокам нет. Сейчас мы рассматриваем вопросы, связанные с ускорением реставрации. Планируем завершить работы в 2018 году. В 2017 завершится разработка проектно-сметной документации и будут выполнены первоочередные работы. Основная реставрация начнется уже в следующем году. Напомним, президент России Владимир Путин поручил крымскому правительству ускорить реставрацию главного символа Керчи. Сейчас процесс контролирует глава Крыма. На полигон твердых коммунальных отходов в Каменку Симферопольского района не сводится мусор с территории города. Власти крымской столицы спешат успокоить крымчан, которые беспокоены активностью на полигоне. Сейчас в Каменке идут работы по технологической отсыпке грунта для предотвращения возгорания. А уже в конце текущего года будет запущен процесс рекультивации. Чиновники уверяют, что с начала 2017 года складирование коммунальных отходов на полигоне не производится. С целью повышения рентабельности перевозок мусор из малогабаритных мусоровозов сгружается на площадки, а затем загружается в 30-кубовые самосвалы, после чего вывозится на полигон ТКО в село Тургенево Белогорского района. Музыкальный Крым для жителей и гостей полуострова Крымская государственная филармония подготовила уникальные проекты. Это музыка во дворцах Крыма, симфонические оркестры в пещерах, известные оперные голоса и многое другое. Руководители государственного учреждения поделились планами на курортный сезон. В 2016 году Крымская государственная филармония провела более 300 концертов, из которых 100 проходили в пансионатах и различных здравницах. В этом году планы не менее грандиозны. В первую очередь это проект «Музыка во дворцах Крыма», который оценило Министерство культуры России. Но это учреждение завоевало грант в размере полмиллиона рублей. В этом году особое внимание уделило этому проекту и Министерство культуры Российской Федерации. Более того, мы подали заявку на участие в гранте и выиграли достаточно приличную сумму в размере 500 тысяч рублей на еще более успешное осуществление этих проектов. Напомню, что концерты проходят в стенах Воронцовского дворца. В этом году также стартует проект под сводами «Мраморная пещера». По словам музыкантов, это уникальный природный архитектурный памятник, который обладает неповторимой акустикой. И ни один концертный зал не сможет сравниться с эффектом, подаренным крымской природой. Уже ведутся работы, на следующей неделе будет готова специальная сцена, которая будет находиться в пещерах. И уже я думаю, что в середине июля первый опыт концерта камерного оркестра в «Мраморных пещерах» будет проходить в пещерах. Впервые на крымской сцене прозвучит одноактная опера Николая Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» в исполнении известного оперного певца Владимира Кудашова. «Сами сделали оценку и сами сказали, мог Сальери отравить Моцарта или нет. Вот когда они послушат эту оперу, это 45 минут дуэта Моцарта и Сальери, и вы сами скажете, способен человек был это сделать. Помимо этого я хотел бы еще потом и сыграть музыку Моцарта и Сальери». Помимо концертов в Крыму музыканты отправятся на гастроли в Ростов-на-Дону. В Бахчисарайском районе завершается не только сезон цветения самого большого в Европе лавандового поля, но и сезон фотографии. На Крымский Прованс едут посмотреть туристы из разных уголков необъятной страны. Почему гости и жители полуострова предпочитают пляжам и горам лаванду в нашем следующем сюжете. Кроме шума ветра и лаванды, здесь раздаются звуки фотокамер. Обыкновенным селфи не обойдешься. Это место, пожалуй, самое популярное для фотосессий в первый летний месяц. На Крымский Прованс съезжаются не только жители полуострова. Полюбоваться и вдохнуть свежий аромат лаванды едут гости со всей страны. Красота необыкновенная. Мы приехали в Крым первый раз, я вот лично. И вот лавандовое поле меня просто больше всего поразило, сразило и понравилось. Крым – это запах. Вот ни одно в другом месте вот такого запаха нет. Это чудо. Ради этого сюда надо ехать. Лавандовая фотомания – так это явление называют крымчане. По всему полуострову сейчас подходит к концу сезон цветения. Лавандовые поля несложно распознать. Огромные яркие территории легко заметить, двигаясь по трассе Симферополь-Севастополь. Это ароматное поле, кстати, самое большое в Европе. Несколько километров ухоженных лавандовых кустов не сравнятся даже с французским Провансом. Ой, вообще просто прекрасно. Мы сегодня сделали фотосессию с лавандой. Нам очень понравилось. Мы хоть и живем в Крыму, но мы сами первый раз здесь. И мы в полном восторге. Нам здесь очень нравится. Я вообще в таком восторге. Такая свобода, благодать, красота. Вот такая атмосфера чего-то такого энергетики сумасшедшей. И, конечно же, я тут просто давно хотела сюда попасть. Мечтала очень. И тут родилась, выросла. Но вот первый раз мне посчастливилось сюда приехать. Лаванда – не только одно из самых фотогеничных растений. К примеру, из нее делают аромамасла. Растения сушат. Говорят, это помогает против моли. Добавляют лаванду и в травяные настойки, которые используют для лечения и заживления ран. Она полезна в любом виде. Из лаванды делают вкусный мед. Мэри Бадунс, Служба новостей и ТВ, Бахчисарайский район. Таким видели день наши журналисты. В студии была Мэри Бадунс. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова